2017 год объявлен годом гражданской обороны. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у спасателей. 85-е годовщина гражданской обороны. Исторической датой создания службы считается 4 октября 1932 года, когда Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне территории СССР. Сегодня глава Сочи Анатолий Пахомов объяснил цели и задачи всероссийской штабной тренировки. Разработали деятельность каждого управления на случай чрезвычайной ситуации. В рамках проведения штабной тренировки всем необходимо проверить реальность показателей планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планов гражданской обороны и защиты населения. Планов гражданской обороны для объектов экономики. Осуществить проверку готовности систем связи и оповещения в состав эвакуационной комиссии города и планов эвакуации населения города. А уже в администрации центрального района речь на КЧС шла о конкретной ситуации. Например, вышла из берегов река Псахе. Есть у спасателей такое понятие, как «золотой час». Важно в эти 60 минут так организовать работу, чтобы не погибли люди. Сегодня в пансионате Нева показывали, как персонал готов к приему эвакуированного населения. Мы готовы единовременно принять до 50 человек, разместить на своей базе, организовать работу приема, регистрации, медицинской помощи, также питание. Мы все сумеем на базе своего пансионата. Плюс предоставить номера, заняться отдельно беременными женщинами и матерями с малолетними детьми. То есть мы делали это уже неоднократно и у нас есть опыт. Комиссия из состава сотрудников ГУЧС и администрации Центрального района пообщалась с коллективом пансионатов, выяснила на месте, все ли здесь созданы условия для приема эвакуированных. А на базе МЧС России в это время развернулась спецтехника, которую при необходимости перебрасывают на место, например, оползня. Своего рода смотр сил и средств первый шелона по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Самое важное в этих учениях, что каждый, кто должен ликвидировать чрезвычайную ситуацию, должен заблаговременно знать свой и ресурс, и маневр. И мы над этим очень плотно работаем. Вся система РСЧС в случае необходимости должна быть поднята и отреагировать так, чтобы были минимальные потери по травмам, по ущербу города и так далее. Наш отряд ежедневно готов к выезду в любую точку России. Также работаем по краю. У нас глобальная спасработа – это природного, техногенного характера, так как у нас природа – это рядом горы, море. Ну и город достаточно большой. Главная задача командно-штабных учений, которые продлятся еще два дня, – отработка взаимодействия между всеми службами города, спасателями, полицейскими, медицинскими работниками, а также ресурсоснабжающими организациями. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.